приветики мои дорогие ребятишки и девчонки знаете вот каждый раз представляю что ты будешь снимать влог по-другому ты наперёд знаешь что ты хочешь рассказать ты уже планируешь о чем то поговорить с вами и когда включается камера у меня ступор у меня реальный ступор и я не знаю о чем с вами говорить я начинаю учиться только снимать видео потому что мне такого опыта как многих там блогеров да и всего остального и я как бы и раньше не думал что я буду что-то подобного плана делать своей жизни пока мисс моей жизни не появился такой человек как шапик о чем мы сегодня будем с вами говорить наверное о радостях жизни потому что у каждого человека есть то что его радует если они конечно проснулась два часа дня позволила себе наконец-то выспаться это немаловажно потому что я вообще не высыпаюсь и когда вы мне пишете как мои дела все такое я заняты я постоянно заняты постоянно или работы или снимаюсь или еще что-то делаю или гуляю с теми людьми которых вообще не вижу потому что у меня тяжелый график и вы понимаете насколько это тяжело выбрать время все спланировать и встретиться с людьми которых ты любишь кстати ко мне приехала моя писем модели шанхай вика бандарик ее многие знают в киеве она тусерша всегда круто выглядит и мы я очень рад потому что это действительно очень крутая бабеха мы находимся над в нднх сегодня здесь происходят какие-то выставки очень много людей очень много детей это очень приятно я вот смотрю навсегда я вижу насколько у нас красивые люди в действительности понимаете но самое главное наверное ошибка многих людей то что они этого не ценят не видят своей красоты а в действительности вот ты идешь и видишь как бы ты приодел человека как бы ты что-то изменил или наоборот человек все идеально он себе копается и вы понимаете в каждом есть недостаток в каждом человеке есть недостатки и вы знаете именно эти недостатки вас делают индивидуально у меня их ума мне нет одного зуба я буду его вставлять очень плохие волосы из-за модели кстати это одна из сторон медали модельного бизнеса когда ты работаешь очень сильно тебе делают особенно китайцы начесы зачесы выпрямляют у нас даже девочки честно приезжают с азии они не имеют половина той густоты волос которая была изначально и портится кожа все не стремитесь быть как модели потому что это все это все обман их гримируют их красят и их одевают то есть понимаете это фальшь честно построен так модельный бизнес и вообще реклама все твою сзади вот где вы сидят они и контролируют то что я делаю это что вообще говорю и наверное не слышно всем мне это очень сильно смущает то что на этом как-то не на интимной обстановке с вами вы же это будете смотреть у меня хорошее настроение и пожалуйста еще раз повторяю не спешите мне передать вам привет мы будем с вами ходить и найдем то место да где нам никто не будет мешать говорить я думаю что я везде красиво выгляжу да очень красивое место он так вот мне нравится я вот так и буду вам снимать все хочу поговорить о показухе сейчас стало модно обливаться водой и наши подхватили это просто нереально быстро и стали тоже это делать но они не знают сути наверное этой проблемы да это там насчет медицины что-то связано честно я не буду врать я не знаю конкретно но и я суть поняла этого вопроса то есть это богатые люди это знаменитые люди обливаются передают другу эстафету если ты не выполняешь ты плачешь 100 долларов ту организацию если ты выполняешь обливаешься водой холодной очень то ты платишь 10 то есть знаменитые люди и богатый могут себе это позволить но когда это начали простые люди простите меня но я мало верю что кто-то кто даже облился водой заплатил в эту организацию там 10 долларов или там что-то такого плана сделал вот честно люди будьте если вы хотите помочь что помогать мне кажется было бы лучше если вы показывали как вы снимаете да как вы отчисляете деньги на какие-то проблемы или каким-то людям которым они нужны и вы это фиксируете то есть показываете там чеки я не знаю зачем страдать глупостью да потому что даже в африке у них воды даже нет питьевой а мы тут грубо говоря на камеру разбрасываемся одним из ценных продуктов если так можно сказать то есть без воды люди не могут жить а вы тут просто на себя обливаетесь смотреть какие вы крутые и передаете друг другу на ослабо тебе я думаю будьте умнее в камеру и понимаю что я красиво выгляжу наверное камера меня больше любит чем я себя да я это сказал то что мне к себе очень плохо отношусь и это нормально ну то есть надо без фанатизма то есть критиковать себя надо да и хотеть лучше но без какого-то фанатизма потому что можно еще больше себя изуродовать но мне сейчас нравится мои перевоплощение честно и мне очень дико и приятно что вы меня поддержали да для меня очень тяжелый стал тяжелый стал выбор снимать влоги для вас потому что мне страшно мне очень страшно честно открываться вам разговаривать с вами до тебя или любят или нет я не знаю честно что будет с нами дальше может я вам надоем может вы уже скажете хватит тебе снимать потому что больше ничего ты нам не может но я надеюсь что это не произойдет я найду что вам сказать сегодня все очень шикарный день меня окружают те люди которых я люблю те люди которые меня поддерживают и воспринимают самое главное таким какое есть хочется знаете блин вот хочется что-то еще сказать а в голове каша то есть я надеюсь что вы мне будете помогать и как-то меня направлять в логах правильно потому что я только учусь и только начала начала камеру держать да уже более уверенно я не знаю чем говорить тоже как-нибудь смонтируют все целую вас